Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Дрон для водолазов и передвижной пункт воздушного мониторинга. Сибирские спасатели представили технику для ликвидации последствий паводка. От разнообразных предложений гостиниц, турбат, гостевых томиков здесь голова может пойти кругом. Если вы в ближайшее время собираетесь в отпуск, то у вас точно есть огромный выбор. Старинные рецепты и современные гостиницы чем привлечь туристов в российских регионах обсуждают в Новосибирске. Для экспериментов институт приобрел специальный бокс. Сейчас здесь растут редиса, китайская капуста и помидоры. Занятия для школьников от ученых Сибирской академии наук. Как окрасить капусту в синий цвет и зачем считать все листья на растении? Новосибирская область готова к паводку и пожарно-опасному сезону. Профилактику усилят с помощью дронов. Активную работу спасатели ведут в районах, которые оказались в зоне риска подтопления. Чем пополнился парк специальной техники и какие меры принимают, расскажет Андрей Баев. Десятки единиц многоцелевой техники, колесной и гусеничной машины, плавательные средства, различное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи населению. На площадке возле экспоцентра представители всех спасательных объединений региона. По оценке губернатора, силы и средства готовы к паводку и пожароопасному сезону. Кроме того, каждый год группировку усиливают как по численности специалистов, так и по техническому оснащению. Из новых приобретений сделал бы акцент на увеличение количества беспилотников, которые используются для профилактики возгорания, на приобретение новой гусеничной техники, вездеходов для работы в северных заболоченных районах и приобретение ранцевых огнетушителей. Эти два беспилотника могут часами наблюдать за ситуацией на земле с разной высоты. При этом запускать аппараты в небо можно из любой точки региона. В комплекте передвижной пункт управления. В машине все условия для автономной работы в отдаленных местах. Радио с полета до 100 километров, устойчивая связь передачи информации до 50 километров, время полета 4,5 часа, высота полета от 150 до 5 километров. А это тоже беспилотный аппарат, только подводный. Незаменимый помощник водолазам-спасателям. Дрон отечественного производства разработан новосибирскими специалистами. Этот аппарат произведен здесь, у нас в Академгородке. Его испытывали на Шушенской ГЭС при обследовании гидросооружений. Ну, это разработчики. Поэтому мы его здесь приобрели для водолазов, для того, чтобы оказать быстрее, можно было поиски осуществлять. Угроза подтопления есть в Качковском и Краснозерском районах. Сейчас специалисты готовятся проводить взрывные работы на реках Иня и Карасук, чтобы увеличить пропуск талых вод. Имеется незначительных 13 переливов автомобильных дорог. В основном местного значения переливы не более 30 сантиметров. Позволяют проходить быстроходные техники, вездеходные техники. Соответственно, здесь работа организована на контроле. Если на половоде человеческий фактор никак не может повлиять, то в ситуации с природными пожарами ровно наоборот. Как бы ни были готовы спасательные и другие подразделения ГОИЧС к предстоящему сезону, главное – профилактика. Без помощи и бдительности жителей, без предупреждения несанкционированного сжигания травы или мусора, предотвратить трагедии будет сложно даже с такой мощной группировкой, уверен глава региона. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Первому космонавту из Новосибирска Анне Кикиной призвоили звание Героя России. Указ подписал президент России Владимир Путин. Космонавты-испытатели наградили за мужество и героизм в длительном полете на Международной космической станции. Она пробыла на МКС более пяти месяцев. В ходе полета Кикина принимала участие в экспериментах российской научной программы в области биологии, физики и физиологии, таких как пилот исследования и операторской деятельности человека в длительных условиях космического полета, психологический эксперимент взаимодействия. Также ей присвоено почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации. Это государственная награда, свидетельство заслуг в развитии отечественной космонавтики. Природа, архитектура и сибирская кухня. Новосибирскую область за год посетили рекордные 3 миллиона туристов. Объем прибыли вдвое превысил до ковидной. О том, как сохранить такую динамику и чем привлечь россиян в регион, говорят сегодня на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы». Сергей Толмачев пообщался с туроператорами, рестораторами и отельерами. Гостей Новосибирской области прибавляется. Деловой туризм, научно-медицинский, да просто желающий увидеть наш регион, приносит существенные доходы в бюджет. Это данные как официальной статистики, 3 миллиона туристических поездок, так и данные независимых агентств, которые считают эту статистику. То есть они совпадают, это говорит, что мы получаем действительно более или менее точные данные. Плюс растет выручка компаний, то есть мы уже превысили до ковидный период практически вдвое, представляете? То есть это уже более 18 миллиардов рублей. Сегодня большинство путешественников выбирают маршруты в интернете. И на замену зарубежным сервисам бронирований приходят российские. Замена ушедшего букинга? Ну, мы не являемся заменой. Мы помогаем работать с площадками продаж, которые аналогичные ребята с букинга. В принципе, помогаем работать с официальным ресурсом отелей. На столичном стенде представлен комплексный информационный центр. Москву в этом году позиционируют как город-курорт. Здесь с ними работают консультанты напрямую. Человек, например, хочет поехать в определенный отель или отправиться по каким-то маршрутам. С ним работают просто, да, рассказывают именно о том, о чем он спрашивает. Ну, наиболее часто встречающую ситуацию какая? Человек пришел и говорит, я хочу в Москву. Где недорого отдохнуть в Москву? А где недорого? Да, где лучше остановиться, какая программа, какая событийная поездка. В экспоцентре все направления туристического бизнеса. Оборудование для отелей, выездного обслуживания и, конечно, гастрономические изыски. Аутентичная кухня – тоже отличный маркетинговый ход. В северные широты ерут полакомен со строганиной, а к нам за сибирскими рецептами. Многие из которых – вековой давности. Берем гречку, самую народную крупу. Дальше мы обжариваем лук, просто на обычном масле, на подсолнечном. Далее отвариваем лисички, тоже их обжариваем. Отвариваем яйцо, рубим его и можно все смешать, либо яйцо посыпать сверху. Вот такая простая история. Сувениры тоже приносят неплохой доход. На форуме гости из восьми стран со своими народными промыслами. Так, в Узбекистане это ферганские ножи с особой заточкой, которые всегда остаются острыми. Работает превосходно, вот человек руки не режет, идеально сбалансированные. На ножи. Есть именно специально от того, что женский коллектив тут много, именно вот стрекоза называется тоже для женщин. Тема сегодняшнего пленарного заседания – развитие семейного туризма. Это примерно 40% путешественников. В первую очередь их интересует комфорт и развитая инфраструктура. Если три года назад мы считали, что у нас номерной фонд гостиниц с хорошим запасом, то уже с прошлого года мы осознаем, что это не так. Нужно реализовывать новые проекты. И здорово. Спасибо правительству Российской Федерации за то, что запущен национальный проект, за то, что есть новые возможности инструментами, для которыми мы воспользуемся. Господдержка туристических предприятий нашей области – это 44 миллиона за прошлый год. Запущен региональный портал для удобства планирования поездок. А на сегодняшнем форуме туристский потенциал представляют 30 российских регионов. От разнообразных предложений гостиниц, турбаз, гостевых томиков здесь голова может пойти кругом. И если вы в ближайшее время собираетесь в отпуск, то у вас точно есть огромный выбор – отдохнуть на расстоянии не больше 300 километров от Новосибирска. Сергей Толмачев, Антон Мамаев, Новости ОТС. Прокуратура, Следственный комитет, полпредпрезидента и даже в перспективе глава Чечни Рамзан Кадыров вынуждены разбираться с ситуацией, в которой оказался новосибирский подром. Несколько лет назад часть комплекса, находящегося в федеральной собственности, таинственным образом изъяла одно из предприятий. И сейчас оно же требуется подрома долг. В итоге счета арестованы, кормить лошадей не на что. В ситуации разбирался Дмитрий Белькевич. Мария с лошадьми на «ты», потому что с детства на ипподроме. Убеждена, животные нуждаются в уходе и ласке, иначе ничего не добиться. Сейчас готовят своих непорнокопытных подопечных к грядущим соревнованиям. В любом виде спорта велосипед можно поменять, можно бросить его в угол и не заниматься несколько недель, а с ними так не получится. Тебе нужно подстраиваться под их характер, потому что лошадь такое животное, ты ее под себя не сломаешь. К сезону животные готовы. Осталась одна крупная тренировка, и можно выходить на состязание. Припяти Алтая, так зовут кобыл, на которой я сейчас нахожусь, готовится к соревнованиям по троеборю, которые состоятся уже совсем скоро, а именно в мае этого года. И как любому спортсмену, ей необходимы хорошие условия для тренировок. Но создать их сейчас не представляется возможным, поскольку финансово-хозяйственная деятельность ипподрома временно приостановлена из-за небольшого долга. И за 2,5 миллионов рублей заморожены счета. В итоге кони доедают старый корм, новый купить не на что, а баки техники для подготовки беговых дорожек и территории ипподрома сухие. Не удается реализовать и масштабные планы по обновлению инфраструктуры. Нужно строить поилки и ремонтировать и возводить конюшни. На этом месте располагалась такая же старая конюшня, которая в силу времени разрушилась. Мы убрали ее, соответственно, подготовили новый фундамент для новой конюшни. И пытались, как говорится, реализовать этот проект постройки. Но ввиду текущих проблем все это заморожено. Долг образовался после иска одной из компаний, которая несколько лет назад непонятным образом отсудила у ипподрома хозпостройку. У здания меняется собственник. Наша вся техника, которая занималась обслуживанием новосибирского ипподрома, находится на улице. То есть ремонтировать ее негде. В зимний период это особенно сложно. В мороза это было делать. Мы начинаем обращаться во все инстанции. То есть это АБ по-октябрьски, это где проходил суд, это Следственный комитет Октябрьского района. Мы в последующем обращаемся к Следственный комитет Бастрыкину непосредственно. А также к полпреду президента в Сибирском федеральном округе. Сергей и его команда уверены, ипподром подвергся рейдерскому захвату. Кооператив «Сельхозсвязь» обратился в суд с требованием признать гараж на 23 машины и их собственностью. Дважды Фемида выносила решение в пользу ипподрома. И несмотря на претензии истца, суд четко установил, недвижимость федеральная и точка, и делать без разрешения Москвы с ней ничего нельзя. Но спустя год новый иск и арбитр Шевченко решила здание отдать много раз переоформлявшемуся микропредприятию. Выручка кооператива в последние годы нулевая, финансовая устойчивость рисковая, эффективность низкая. Суд проходил без участия представителей ипподрома и почему-то с участием мэрии. В ряде документов, связанных с отчуждением федерального имущества, фигурируют фамилии городских чиновников. Как утверждает исполнительный директор ипподрома, если прокуратура не найдет признаки нарушений, то придется ждать помощи от главы Чечни Рамзана Кадырова. Он поддерживает конный спорт и, вероятно, вступится за новосибирских коллег. Письмо ему уже отправили. Дмитрий Белькиевич, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Я обучаю своих детей любить свою страну и выполнять свой гражданский долг. Гражданский долг любого мужчины – служить в вооруженных силах Российской Федерации. С февраля месяца мы показали в гимназии 32 спектакля. То есть у нас на базе каждого класса действует театральный коллектив. Мы приоткроем завесу тайны, как же все-таки выглядит наш океанариум, ну и вообще весь этот мир изнутри. Как живут наши артисты. Весной сугробы тают и появляются первые подснежники. Первые скидки и кэшбэк в аптеках Живика. Ангиарус – кэшбэк 50 рублей бонусами. Крион 10 тысяч – кэшбэк 5%. Фитализин – кэшбэк 50 рублей бонусами. Дизлород 1 – кэшбэк 10%. И другие товары со скидками и кэшбэком до 25% в аптеках Живика. Облагородить сад старой пилой? Или взять современные инструменты? И выполнить всю работу. Новосибирск. Выбор за тобой. В магазине «Стодиал». Половину брусчатки переложат в Первомайском сквере в Новосибирске. Материал местами гуляет под ногами. Любимые горожанами аллеи приводят в порядок с лета прошлого года. Объекты должны были сдать осенью, однако он не готов до сих пор. Когда сквер все-таки доделают, узнал Александр Сульдин. Первомайский сквер в целом реконструировали. Спрятали под землю провода, установили новые фонари, скамейки, смонтировали систему безопасности. Уложили новую плитку и брусчатку на аллеях. Однако результат порадовал не во всем. Некоторые плитки уходят из-под ног. Фонтан воды неосторожному прохожему. Брусчатка кое-где исчезла. Вот эта коварно уложенная плитка на Красном проспекте стала уже знаменитой. Кроме ее перекладки нужно будет выполнить большой объем работы по всему скверу. Например, здесь, на главной площадке, на входе. Если обратить внимание, можно заметить, что швы между кубиками брусчатки не заполнены ничем. Предстоит во многих местах переложить и заполнить. Особенно кропотливая работа предстоит по вот этим вот треугольничкам. Нужно будет брать брусчатку и выпиливать нужные сегменты. Потом заполнять вот эти вот пустоты. Плитку и брусчатку укладывали не на глину. Снимали грунт, стелили геотекстиль, потом щебень насыпали. Однако придется перекладывать половину покрытия аллей. Это по предварительным оценкам. Работы по благоустройству выполнялись и в октябре, и в ноябре. И с этим связано во многом, я считаю, и те дефекты, которые проявились, которые будут в этом году устраняться. Подрядчику выплатили только треть суммы. Дополнительные работы он проведет за свой счет. Чтобы определить исполнителя, летом пришлось проводить два конкурса. Первый не состоялся. Кроме того, ремонт идет в Кривеческом музее. Тоже затрагивает территорию сквера. Нужно доделать фонтан «Мишка». Все эти факторы продлили сроки. Были и другие трудности. Подрядчик должен был приступить 30 июня. Только к 15 июля был осуществлен полный вывоз той плитки, которая была демонтирована предыдущим подрядчиком. И только после этого мы приступили к выполнению работы вот здесь, непосредственно, на этой площадке. За лето не успели. Теперь с наступлением теплой и сухой погоды обследуют дорожки. Все дефекты должны исправить к 25 июня. Благоустройство у нас завершилось уже поздно. Поэтому мы приняли решение выкупить саженцы и оставить их на питомнике в городе зеленохозе до весны. И весной, когда здесь завершатся работы, мы самостоятельно высадим этот цветник. Так что, быть может, новосибирцы смогут оценить всю красоту Первомайского сквера в этом году. Александр Сульдин, Евгений Агеев, Новости ОТС. В поликлинике у кабинета фузских специалистов очереди. Призывники проходят медицинское обследование. В личном деле каждого потенциального солдата информация о состоянии здоровья с первого дня постановки на воинский учет. Кто пополнит армейские ряды, а кто к службе не годен, решают врачи. Довольно-таки распространенная сейчас гипертоническая болезнь у нас. Заболевание опорно-двигательного аппарата. В общем, все это надо обследовать. Идеальное здоровье должно быть. Полностью показатели все в норме. Физическая подготовка должна быть соответствующая. Плюс нормативы, которые там проходят. Это для неподготовленных людей тяжелая задача. Валерий на здоровье не жалуется. Без сомнений готов выполнить гражданский долг. Как это делали все мужчины в семье Ситниковых. Дед прошел афганскую войну. Служили в армии отец и дядя. Я думаю, каждый мужчина должен отслужить. Так как я сейчас занимаюсь промышленным альпинизмом, я думаю, это может воздействовать на армию. Куда-либо пойти служить, думаю, это решение изменится. Готовы надеть солдатские ботинки историк Павел Кичий и выпускник педагогического колледжа Николай Слюсарев. По роду своей профессии, естественно, я обучаю своих детей любить свою страну и выполнять свой гражданский долг. Гражданский долг любого мужчины – служить в вооруженных силах Российской Федерации. Вещать свою отечественную страну. Я, да, хочу отслужить и все. Просто, чтобы потом не было никакого другого, что типа ты не служил, ты не можешь. Отслужить не против и Олег Чайка. Но не сейчас. У студента Новосибирского электромеханического колледжа законное основание получить отсрочку. Как я только закончу учебу, я наверняка пойду служить. Компания только стартовала. На призывную комиссию пришли чуть больше 80 парней. Работа идет в штатном режиме. Мама, папа призывников несколько поначалу, в первые времена специальной военной операции, возможно, опасались, что их ребятишки попадут в боевые действия. Но это не произошло, это и не будет. Никаким образом на сроки, на временные какие-то, на качество призыва это не влияет. Ребята идут, служат, если положено, идут служить. В первый день работы призывной комиссии добро на службу в армии получили 9 человек. Впереди у них 12 месяцев жизни по армейскому распорядку. Михаил Якимов, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости ОТС. Пострелять из боевого оружия, пройти полосу препятствий и взять здание штурмом удалось кадетам Бердского военно-патриотического клуба «Единство». Они провели весенние канюкулы на военном полигоне в Шилово. Впечатлениями юные патриоты поделились с Надеждой Волгиной. На этих кадрах совсем не профессиональные военные, а курсанты патриотических клубов. На неделю школьники погрузились в армейскую атмосферу. Некоторые в первые сутки не ожидали от такого, что может быть в армии вот так вот, что нужно правильно кровать заправлять, нужно службу нести правильно по режиму. Некоторым непривычно было, что у них изымали телефон и выдавали по распорядку, чтобы позвонили родителям, мама, папа, я живой, чтобы родители не переживали. Для некоторых в наше цифровое время это очень сложно и тяжело, а в армии именно так. Кадеты заступали в наряды, помогали действующим военным, прошли учебные занятия по строевой и огневой подготовке. Несколько дней провели на полигоне, участвовали в стрельбах, отрабатывали тактические навыки и даже учились штурмовать здания. Для восьмиклассницы Ульяны Костюхиной это была первая поездка на полигон. Самое интересное было, это последний этап, это была полоса препятствий и она находилась в воде. Там нужно было вчетвером перелезть через стену, пройти какие-то этапы, на которых было там спрыгнуть, подняться. Вот это все, мы очень оперативно помогали друг другу, чтобы успеть в какое-то время. Давай, давай, давай! Боже, помощи ее, блядь! А вот Данил Федореев в клубе «Единство» с первого класса. После окончания школы мечтает поступить в Новосибирский военный институт. Научился дисциплине, вежливости. Стал больше знать как в военном деле, так и для себя, в личной жизни. Появились большие планы в дальнейшем. Появилось много интересов. Также я понял, что нужно ценить своих товарищей, потому что без товарищей ты никуда. Поддержка товарищей была очень важна, особенно когда соревновались между клубами Новосибирской области. Участникам требовалось не только проявить боевой дух, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде. Ребята признаются, эти каникулы запомнят надолго. С нетерпением ждут начало лета, когда снова поедут на военный полигон. Надежда Волгина, Алексей Зубила, ОТС Бердск. Изменить цвет капусты и измерить содержание хлорофила. Ученые Академгородка помогают школьникам познать мир биологии и провести первые эксперименты. Екатерина Широких наблюдала за успехами, ребят. В лаборатории Института почвоведения и агрохимии СОРАН как в оранжерее. Лампы заменяют солнце, а вокруг все цветет и плодоносит. Школьница Полина Курбатова изучает пистию, водяную капусту. В варианте очищенные воды у нас самый лучший результат. То есть тут корни большие и очень много размножения. Мы хотим сделать из нее проекты, подавать на разные конкурсы и выступать. То есть для нас интересно наблюдать за капустой. Зеленых подопечных девушка выращивает в емкостях с разными растворами. Цель эксперимента – найти лучшие условия и придать капусте синий оттенок. За работой следит кандидат биологических наук. Ребята обязательно должны понимать, что они за растение взяли, откуда это растение пришло, какие у него биологические свойства, какая сторона произрастания. Исходя из этого, мы должны создать систему жизнеобеспечения растения. И они это все проходят. А это межпредметные связи, это и математика тут подключается, потому что нужно посчитать листочки, росточки. Оценить нужно, как среда меняет химический состав растений. Помогают детям студенты. Таисия Майорова, будущий биолог из НГУ, капусту отправляет в центрифугу. Мы здесь занимаемся, собственно, анализом, именно анализом процентного соотношения хлорофиллов, то есть это фотосинтетические пигменты и также картиноиды и другие химические составляющие. После центрифугирования мы получаем, собственно, разделение фракций. Светлая часть, где у нас вытяжка с пигментами, нижняя часть, которая нас не интересует. Для более серьезных исследований требуется устройство закрытого типа, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат. Для экспериментов институт приобрел специальный бокс. Сейчас здесь растут редиса, китайская капуста и помидоры. Ученые могут изменять условия содержания растений, световой спектр и питание. Ученые института агрохимии сотрудничают со многими учебными заведениями, прививают интерес к науке при поддержке правительства региона. Этот эксперимент будет и дальше развиваться, потому что благодаря тесному взаимодействию науки, производства и системы образования удалось, по сути, повторить тот уникальный треугольник Лаврентьева, которым Новосибирский академгородок всегда гордился. Конечно, ученые заняты не только воспитанием будущих кадров в числе флагманских проектов исследования парникового эффекта. Сейчас мы вошли в большую федеральную программу организации системы мониторинга парниковых газов. У нас две площадки, одна здесь в Новосибирской области, одна в Иркутской области, на которой круглогодично мы проводим наблюдения за выделением и поглощением СО2 почвой. Еще одно направление работы – создание цифровой карты состава почв нашего региона. Много ли плодородных земель и уставших участков? Сервис поможет повысить урожайность и снизить риски аграриев. Екатерина Широких, Валерий Павлов, Новости ОТС. Знакомые персонажи Республики Шкит оживают на сцене школьного театра. Новосибирские театры отправились в Одиссею. В региональном центре стартовал творческий фестиваль. Лучшие постановки покажут на сцене «Глобуса». Алексей Кудинов побывал на отборочном этапе «Одиссея-феста» в первой гимназии. Легендарное ленфильмовское кино сегодня знакомо не каждому школьнику. Республику Шкит на фестивале представили юные артисты из первой гимназии. Режиссер – бывшая актриса «Старого дома» Светлана Марченко. То, что в детских театрах сегодня ставят профессионалы, заметно. Это отмечают и простые зрители, и члены жюри. Это чувствуется. Большое спасибо, я даже не знаю кому, руководителям, директорам, родителям, что получается в школьные студии пригласить таких талантливых профессионалов в спектакли на высочайшем уровне. Очень-очень классно срежиссировано. Очень-очень много нюансов, тонкостей работы артистов. Одиссея-фест пришел на смену проводившемуся с конца прошлого века театральному смотру «Времен связующая нить». В этом году на конкурс заявили 107 постановок. Репертуар разнообразный, от сказок до современной драматургии. Позади районные отборочные этапы, сейчас идет окружной. Вот окружной жюри отобрали один спектакль детского сада номер 193, один спектакль детской школы искусств «Весна» и четыре спектакля гимназии номер один. Вообще вот за период школьного этапа с февраля месяца мы показали в гимназии 32 спектакля. То есть у нас на базе каждого класса действует театральный коллектив. В окружной этап «Одиссея-феста» прошли 45 новосибирских спектаклей. Школы из области участвуют во внеконкурсной программе. Их постановки члены жюри отсматривают онлайн. В конце апреля лучшие коллективы из районов и областного центра покажут на малой сцене театра «Глобус». Алексей Кудинов, Тарас Тарасов, Новость ОТС. Летнюю шоу-программу готовят в «Дельфине». Морская труппа удивит зрителей новыми трюками. Гостей «Дельфинария» познакомят с закулисной жизнью артистов. Татьяна Кияева уже оценила перфомансы жителей подводного мира. Камчатская моржи «Хатика» кружится в танце с белым полярным китом. После короткой передышки артисты играют с мечом. В естественной среде обитания эти морские животные не пересекаются. А в новом шоу «Дельфини» выступают вместе в одном номере. Друг с другом познакомились и морские львы с дельфинами. Мой опыт подсказывает, что им очень интересно. Потому что они видят других животных, они узнают их виды типичной особенности, их повадки, их характер. У них разная скорость, они по-разному реагируют на какие-то вещи. Вначале они, безусловно, насторожены друг к другу, потом они уже привыкают, и потом им становится интересно. У зрителей появится уникальная возможность увидеть закулисье океанариума. Узнать, как дельфины, белухи и морские котики понимают своих наставников, как проходят тренировки и какой рыбкой лакомятся артисты. Долго собирали вопросы наших гостей. В видеорядах мы приоткроем завесу тайны, как же все-таки выглядит наш океанариум, ну и вообще весь этот мир изнутри, как живут наши артисты, как живут с ними наши тренера, и как это все происходит. Это будет показано и в видеоряде, это будет показано и от лица наших артистов, они расскажут о себе. Специально для нового летнего шоу подготовят оригинальное музыкальное сопровождение, обновя декорации на сцене. Морские артисты удивят гостей трюками. В центре «Дельфиния» усилили меры безопасности. Дежурят сотрудники полиции. Гостей и жителей Новосибирска приглашают на цирковые представления. Татьяна Кияева, Даниил Колпаков, Новости ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на горсайте. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – Девелопер Вира. Лидер по объему введенного жилья по итогам 2022 года. По информации, предоставленные управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Внимание! Отправление в новой матрешке в апреле. Согласно разбежанию, желаем вам легкого переезда. Успевай на этот поезд. Звони 230-2353. Прогноз на 4 апреля. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет пасмурно. Ветер юго-западный 4,9 м в секунду. Влажность 72%. Температура ночью плюс 4,6, а днем до 8 градусов тепла. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. В пятницу плюс 10-12, а в субботу до плюс 13. С вами была Ольга Савельева. До встречи!